Поздравляем! Поздравляем! Тяжелая схватка в супертяжелом весе. Накануне белорусский спортсмен Алексей Шумаров принес золотую победу нашей стране. В турецком Стамбуле практически в свой день рождения он стал чемпионом мира по вольной борьбе. Таким образом, Борис сделал подарок не только себе, но и всей Беларуси. Тяжелые в другом плане. На вес-то нет, а так они очень тяжелые. Вид спорта достаточно серьезный, огромная конкуренция. В каждой весовой категории по 40-50 спортсменов соревнуются. Просто вообще супер класс. В сборную Беларуси Алексей попал два года назад. К чемпионскому титулу спортсмен шел выверенными шагами. На чемпионате Европы 2010 он стал бронзовым призером и уже в этом году серебряным. Однако победа на чемпионате мира буквально на вес золота. Когда я попал в финал, меня так закреснули эмоции. Честно, даже плакать закателось. Еле сдержался. Просто от радости, что я в финал попал. А после финала как-то все. Наверное, просто я был уже по ходу турнира набрал такую уверенность, что я просто не мог проиграть. Такого огромного успеха у белорусских вольников не было 10 лет. А в самой престижной весовой категории до 120 килограммов последним героем оставался только Александр Медведь. В 10 раз приятнее иметь золотую медаль именно в этом весе. Вы даже не представляете, как негодовали россияне, потому что в этой весовой категории они занимают лидирующее место. И мы выиграли Махова, двукратного чемпиона мира, как я уже сказал, второй раз в году. Алексей Шимаров также получил лицензию на Олимпийские игры 2012 в Лондон. Великолепные результаты стали лучшим признаком возрождения славных традиций белорусской школы борьбы. Всего на турнире, который продолжался неделю, наши спортсмены завоевали пять наград. Две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Вероника Перепелкина и Сергей Капустин, телекомпания СТВ.